Один из них, норвежский Русенборг, мог все решить, играя в гостях против греческого Олимпиакоса. Составы команд Олимпиакос, 16 номер, вратарь Сахараглу, 3 номер, Канатаидис, 4-й, Дабизис, 6-й, Анаталакес, 10-й, Ивич, 11-й, Джорджевич, 12-й, Пурсанидис, 14-й, Маврагинидис, 15-й, Пассалис, 21-й, Георгатес, 23-й, Бандович, старший тренер, Душанбаевич, Русенборг, вратарь Янфал, 2-й, Бергольму, 3-й, Хофтун, 4-й, Бракстад, 6-й, Странт, 7-й, Берг, 8-й, Скаминстру, 9-й, Рушкель, 10-й, Братбак, 11 14-й, Якобсен и 14-й, Хегем. Очень многие считали, что греки, которым вроде бы ничего уже не нужно в этой встрече, серьезного сопротивления норвежцам, могущим показать свой лучший футбол именно в экстремальных условиях, не окажут. Однако, посмотрите, как игра началась. Великолепно Ивич разбирается с защитником и бьет мимо Янфала, который уже ничем команде помочь не мог, попадает в штангу. Атакует больше Олимпиако. В первом тайме атаки достаточно остры. Еще один выход. И практически в пустые воротах, хоть из острого угла, промахивается Маврогенидис. Тренер Русенборга Эген говорил, что очень важные проблемы для команды это разница температур. Все-таки в Транхейме минус 14, в Греции плюс 14, но проблемы возникают и другого характера. Хорошо играют греки, тем не менее, первая половина встречи 0-0. 15 минут команды отдохнули. И опять, как будто перерыва и не было, хозяева поля в атаке. Еще один выход. И Димитриус Маврогенидис исправляет свою ошибку, допущенную на исходе первого тайма. Открывает счет. Вторая минута второго тайма. 1-0. Впереди Олимпиакос. У Русенборга перед этой встречей было 10 очков. Напомню еще раз, победа дает ему 13 и выход в одну четвертую финала. Ничья практически наверняка оставляет его за бортом. Норвежцы тоже это помнят. Ну, счастье в атаке они искать попросту обязаны. И вот Мини Якобсен великолепный, идеальный практически пас дает на Сигурда Рушфельда. И счет в матче становится ничейным. 1-1. Очень хорошая атака удалась гостям, футболистам Русенборга. Давайте еще раз посмотрим. Длинный пас Роа Растранда на Мини Якобсена. Тот уходит от защитника, поднимает голову. Видит и Рушфельда. И то, что Тахараглу немножко вышел из ворот, это же видит и Рушфельд. И аккуратно головой кладет, можно сказать, мяч в нижний угол. 1-1. А еще пяти минут команды во второй половине встречи не сыграли. После этого уже норвежцы пошли вперед. Может быть не так активен был Братбак, зато уж Мини Якобсен и Рушфельд во всю терзали оборону. Но видите, какие моменты. И второй гол. Опять Сигурд Рушфельд. Потеря мяча Олимпиакосом в центре поля. Контратака норвежцев. 2-1. 69-я минута. Есть возможность у Руссенборга сделать своему тренеру подарок. Ведь уже, наверное, известно вам, что тренер Эген говорил, на год он берет тайп-аут. Отдохнуть хочет от футбола. Уступает место своему помощнику. Так что под его руководством Руссенборг проводит последний в этом году матч. И вот опять выход Рушфельда. И опять успевает Форвард оценить обстановку. И закатил мяч в нижний угол ворот. Грекам уже не остается ничего другого, как просто идти в атаку. Ни Реалу они не проиграли на своем поле, ни Форту. А вот сегодня уступают, пропускают контратаку. И вот еще один выход Мини Якобсена. Едва мяч не попадает в ворота. Мне показалось, что в этом эпизоде Мини Якобсен сначала тоже хотел делать пас. Но в последнюю секунду изменил свое решение. В результате отправлял мяч в ворота. Но Тохороглу достал этот труднейший мяч. Вот давайте посмотрим. Согласитесь вы со мной или нет? А там опять Рушфельд был уже на готове. Но время идет. Не так много минут уже остается до финального свистка арбитра Гюнтера Бенко из Австрии. Хотя сколько раз говорилось, что быстро это время идет только для тех, кто должен отыгрываться. Для греков, для туринского Ювентуса, вернее для его болельщиков. Потому что у футболистов туринского Ювентуса в это время проблемы другие. А вот для футболиста Парусенборга время идет очень медленно. Они торопят, они приближают финальный свисток, нарушают правила, стараясь сделать это хотя бы не очень близко к своим воротам, допуская вот такие штрафные. Известно, что греки бить поворотом с дальних дистанций большие мастера. Но, тем не менее, 25 метров до ворот. Тщательно готовятся к удару сразу несколько футболистов Олимпиакоса. Одна из последних возможностей сравнять счет. Бьет Джорджевич. И ошибка Йорна Янфала. Не только его, но, конечно, и его тоже. Установкой стенки руководит вратарь. Ликует стадион. Олимпиакос сравнял счет за две минуты до конца встречи. Давайте посмотрим. Мне кажется, недостаточно численные стенки. И потом, видите, седьмой номер. Рунарберг, по-моему, выпрыгнул из стенки. И неудивительно, что вратарь удару вот в эту точку оказался не готов. Ну и здесь имел он, пожалуй, шанс отразить удар. Но он хитро, как-то мяч и юркнул, стукнулся об землю. И не просто было Янфалу. В результате уже в атаку отчаяния идет Русенборг. Но, видите, идет добавленное судьей время. Шансов отыграться у норвежцев уже не остается. 2-2. Русенборг набирает 11 очков. И из гонки за восьмую путевку выбывает. Ну вот теперь, наверное, пора подумать о том, каковы гипотетические шансы. На что рассчитывала Фарма, на что рассчитывала Энгховен. Вот смотрите, у Русенборга 11 очков. Если Ювентус не победит у себя, Манчестер Юнайтед у него будет 10. Если не выиграет Парис Энджермен, у него будет 10.